добрый вечер уважаемые зрители нашего канала за два дня с момента последнего выпуска в мире произошло очень много интересных и важных событий но чтобы вас не загружать всем этим объемом мы оставили только самые важные и интересные новости поэтому в сегодняшнем выпуске news блок крипто мы вам расскажем о том как немецкий банковский гигант коммерсбанк получил разрешение на предоставление услуг по хранению крипто биржа крипто ком получила лицензию от регуляторов дубая пенсионный фонд южной кореи инвестирует в coinbase xrp возвращается на топовые биржи а blackrock официально подал заявку на spot эфир и т.ф. завершить наш выпуск аналитика по рынку от а его нон так оставайтесь с нами и поехали немецкому банка гиганту коммерсбанк одобрили предоставление кастодиальных услуг коммерсбанк впервые объявил о планах на кастодиальные услуги в декабре 2021 коммерсбанк ага 4 по величине банк в германии это делает коммерсбанк первым банком с полным спектром услуг получившим такую лицензию его главная цель создание надежной и соответствующей законам платформа позволяющий институционалам управлять своей криптовалютой вход коммерсбанк в хранение криптовалюты продолжает тенденцию европейских банков вести осторожную игру с управлением цифровых активов напомним что в своем недавнем интервью cnbc исполнительный председатель microstrategy майкл селлер заявил что крупным банкам необходимо будет войти в криптоиндустрию для того чтобы bitcoin достиг полной зрелости как актив и это очень хорошие новости для рынка крипто ведь это увеличивает приток капитала а также распространение крипто при этом важно помнить что лучший способ хранения своих активов это только свои собственные ключи крипто ком получает лицензию от регулятора дубая биржа крипто ком объявила что ее подразделение в дубае сиро dax middle east zfc получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов в спи от управления по регулированию виртуальных активов дубая после одобрения деятельности услуги бирже будут доступны розничным и институциональным пользователям в итоге лицензия в спи позволит бирже предлагать определенные услуги виртуальных активов такие как обмен брокерско-дилерские услуги управленческие и инвестиционные а также услуги кредитования и заимствования с одной стороны может показаться ну что в этом такого ведь очередная биржа получила очередное одобрение но все на самом деле гораздо интересней дубай крупнейший город и важнейший финансовый центр оа и всего ближнего востока а огромный перечень услуг о которых мы только что рассказали открывает бирже крипто ком возможность закрытия практически всех потребностей пользователей это буквально невероятный объем притока капитала и ликвидности а это именно то что сейчас очень нужно для крипто пенсионный фонд южной кореи инвестировал в coinbase и получил прибыль южнокорейский пенсионный фонд national pension service нпс купил акции coinbase coin в третьем квартале на почти 20 миллионов долларов нпс приобрела 282 673 акции по средней цене 70 с половиной долларов что составило инвестиции на суммы 19 и 92 сотых миллиона долларов фонд впервые в истории добавил в свой портфель акции компанию занимающуюся цифровыми активами в сша не будем погружаться в проблемы пенсионного фонда южной кореи однако здесь стоит отметить очень важную вещь этот фонд государственный а это значит что государство южная корея инвестирует в криптоактивы даже не буду говорить что это значит но вы меня поняли xrp снова в листинге топ бирже после 22-месячного перерыва ведущая крипто биржа секс и о объявила о планах снова вернуть xrp примерно через 22 месяца после вывода монеты из листинга повторный листинг xrp стал тенденцией среди многих крипто бирж особенно тех которые вывели монету со своей платформы при появлении в кавычках проблем в середине июля coinbase gemini kraken binance us и криптоком включили xrp в листинг после того как рипл одержала частичную победу в своем споре с сек крупный камбэк xrp стал результатом постановления судьи анализы торрес что монета не является ценной бумагой как утверждала сек и хотя в споре ripple и сек окончательная точка еще не поставлена ярко выраженная позитивная тенденция и преобладание здравого смысла уже явно сформировались другими словами маховик ripple продолжает набирать обороты blackrock официально заявила на спот эфир и т.ф. крупнейшая в мире управляющая активами компания официально подала заявку всех на создание спотового эфира и т.ф. спустя несколько недель спекуляций после регистрации ай-шэс эфириум трасс до лавере blackrock подала заявление всех по форме с 1 на данный продукт это уже второй биржевой фонд связанный с криптовалютой которая компания хочет запустить после своего заявления на спот bitcoin и т.ф. как и в случае с заявкой на биткоин которая была подана в июне этого года хранителем обеспечиваемого эфира blackrock назначила биржу coinbase и в этой новости прекрасно буквально все крепко стоящий на ногах coinbase о котором мы говорили в предыдущие новости крупнейший в мире управляющий активами продолжает расширять свой портфель и т.ф. доверяя ключевые операции coinbase а самое главное в том что все эти активности только усиливают внимание всего финансового мира к миру криптовалюты а это значит конечно же приток капитала и завершает наш выпуск аналитика происходящего в рынке от ивана лиликвиста более известного как айван он так без лишних промедлений иван тебе слово ребят в целом рынок выглядит хорошо а рынок возвращается рынок очень 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 бычий очень бычий факт того что он рвет всех и вся а после дампа он мгновенно вернулся в памп это просто супер потому что это значит что быки вступают в игру и что быки покупают они покупают как никогда ранее они покупают и не позволяют цене уйти в дамп и это безумно это потрясающе и еще один бычий сигнал вы ведь помните что объем стейблкоинов у нас растет мы об этом говорили уже не единожды тизер растет как не в себя они печатают новые монеты потому что на них есть большой спрос но посмотрите сюда почти 200 миллиардов долларов ликвидности было внесено с начала ноября по мере падения баланса сделок репу при этом баланс основного казначейского счета не изменился рисковые активы как биткойны крипты продолжат рост таким образом общая глобальная мировая ликвидность продолжает расти а если мировая глобальная ликвидность растет то что происходит pump крипто pump фондового рынка и это фантастически это очень здорово это то что продолжится и это очень важно спасибо айвон отличное заключение по крупной картине ну а выводы каждый сделает самостоятельно главное запомнить три самые важные вещи трезвый ум холодное сердце и не финансовый совет благодарим вас за внимание надеемся информация была полезна интересно и главное актуально а за наши труды вы знаете как нас отблагодарить лайк подписка и бесценный комментарий который мы обязательно прочитаем и конечно же учтем всем пока